Добрый день, дорогие друзья! Сегодня мы с вами поговорим о Ван Гоге. Я убеждена, что вы и без меня прекрасно знаете биографию этого художника, наверняка вы смотрели фильмы или читали книги, но прежде чем перейти к разговору о картинах этого мастера, я все же думаю, нам необходимо освежить знания о его биографии, о его личной жизни и затем уже перейти к разговору о его картинах. Разговор о Ван Гоге пойдет в таком же формате, как мы говорили с вами о Яне Вермеере, то есть это видео будет краткий обзор биографии художника, может быть не очень краткий, и затем будут специальные тематические видео, посвященные конкретным работам художника. К сожалению, Ван Гог жил еще меньше, чем Ян Вермеер, но оставил после себя работ намного больше, чем его коллега из семнадцатого века. Если у Вермеера мы сейчас имеем тридцать шесть работ, то Ван Гог оставил после себя в сотни, а то и в тысячу раз больше произведений искусства, если брать во внимание не только его живописные работы, но и графику, рисунки и акварели. Поэтому, к сожалению, обо всех работах мы с вами поговорить не сможем, но я постараюсь найти не только самые известные работы и общепризнанные шедевры, но и включить в подборку те работы, которые все равно представляют интерес в контексте творчества художника и о которых, может быть, вы не знали. Ну а теперь перейдем к биографии художника. Винсент Ван Гог родился в барабанской деревне Зюндерт 30 марта 1853 года. Он родился в семье протестантского священника Теодоруса Ван Гога и Анны Карбентус. Винсент был не первым ребенком в семье. В тот же день, ровно за год до рождения художника, у пары рождается первый сын, которого они назвали также Винсентом, но, к сожалению, он рождается мертвым. И условно получается, что Винсент Ван Гог, который второй художник, был первым ребенком в семье. К счастью, рождение второго Винсента прошло без осложнений и вслед за ним последовало рождение трех сестер и двух братьев Анна, Тео, Виль, Лиз и Кор. Семья Ван Гогов часто совершала прогулки по крестностям деревни Зюндерт. И это привило мальчику, будущему художнику, любовь к природе, любовь к долгим прогулкам и любовь к нахождению на открытом воздухе. В возрасте 11 лет Винсент переходит из деревенской школы в Зюндерте в школу-интернат в Зевенбергене. Лишенный возможности общения со своей семьей, со своими братьями и сестрами, с возможностью совершать долгие прогулки на природе. Винсент был глубоко несчастен в этой школе, но тем не менее он сумел закончить начальную школу. Уже в это время Винсент время от времени рисует, но особых признаков художественного таланта пока у него не обнаруживается. В 13 лет Винсент пошел в среднюю школу в Тилбурге. Это все Южные Нидерланды. Там он получал довольно хорошие оценки, особенно по языкам. Тем не менее, во время второго года обучения, а именно в 1867-68 годах, Винсент бросает школу по неизвестным причинам и больше в нее никогда не возвращается. Дядя Винсента нашел 16-летнему Ван Гогу работу в качестве стажера у международного арт-дилера Гупиля. Он был принят в филиал, который дядя Сент, сокращен от Винсент, открыл в Гаге. Я думаю, вы знаете, что Ван Гог оставил после себя огромное количество писем, которые он писал и своему брату, и своим друзьям. Так вот, самые ранние и сохранившиеся писем Ван Гога относятся как раз к первым годам работы у Гупиля. Сентябрь 1872 года положил начало переписки между Винсентом и его младшим братом Тео, который также поступает на службу к Гупилю в 1973 году, но он поступает в филиал в Брюсселе. И на основе общих интересов, общей работы братья и начинают свою переписку. В это время Винсент переходит из филиала в Гаге в лондонский филиал Гупиля. Во время своего пребывания в Лондоне Винсент посещал такие известные музеи, как Британский музей и Национальная Лондонская галерея, где среди работ, которыми он восхищался, были произведения так называемых крестьянских художников, таких как Франсуа Миле и Жюля Бретона. Винсент также много читал, от путеводителей по музеям и журналов до литературы и поэзии. В 1875 году Винсента переводят филиал Гупиля в Париж. Этот период знаменуется тем, что Ван Гог становится все более и более религиозным. Письма, которые он писал в это время Тео, полны цитат из Библии и рассказов о церковных службах и проповедях, которые художник посещал. Несмотря на интерес к искусству, Винсенту все меньше и меньше нравилось работать в художественной фирме. Это чувство можно назвать взаимным, потому что в 1876 году Гупиль увольняет Винсента из своей фирмы. После увольнения Винсент возвращается в Англию, где работает неоплачиваемым помощником учителя в школе-интернате для мальчиков в Рамсгейте. Позднее он нашел оплачиваемую работу также в школе-интернате, управляемой викарием Вайлварте под Лондоном. Ему разрешалось проповедовать в школе и в окрестных деревнях, но работа давала очень мало перспектив. Рождество 1876 года Винсент проводит со своей семьей в Брабанте. Отец рекомендует ему не возвращаться в Англию и Ван Гог следует совету своего отца. Здесь вновь на помощь приходит дядя Сент, который находит молодому Ван Гогу работу служащего в книжном магазине в Дордрехте, недалеко от Роттердама. Винсент вступает в должность в январе 1877 года, и в этот период в нем вновь проявляется чрезмерная религиозность. Родители всерьез обеспокоены, потому что Винсенту уже 24 года, а у него до сих пор нет четкой цели в жизни и какого-либо определенного занятия. Через несколько месяцев Винсент убеждает родителей, и они соглашаются с его планом изучать теологию. Однако, так как Ван Гог не окончил школу, ему сначала нужно было сдать вступительный экзамен. Винсент переезжает в Амстердам, где живет год у своего дяди. Другой дядя, который был священником, помог ему подготовиться к вступительному экзамену по теологии. Однако, вся поддержка семьи оказалась напрасной, потому что Винсенту не хватало усидчивости и дисциплины для учебы. Он предпочитал бродить по городу и совершать долгие прогулки по окрестностям. Через какое-то время, когда Ван Гог так и учился спустя рукава, его дядя священник посоветовал ему забыть об учебе и о становлении теологом. Несмотря на отказ от планов по обучению, Винсент по-прежнему стремился служить Богу. Он покинул Амстердам и отправился на новую миссию в Бельгию, где работал мирским проповедником в шахтерском городке Боринаж. Он проповедовал там, посещал больных и читал им Библию. И вот что Винсент пишет своему брату Тео. Место это мрачное. На первый взгляд, во всей округе есть что-то жуткое и мертвенное. Здешние рабочие большей частью люди истощенные и бледные. Их постоянно гложет лихорадка. Лица у них изнуренные, измученные, обветренные и преждевременно составившиеся. Женщины, как правило, выглядят поблегшими и увядшими. Винсент жил среди шахтеров и их семей в Боринаже, разделяя их бедность. Он спал на полу и раздавал все свое имущество. Но его преданность делу была настолько велика, что его прозвали Христос угольной шахты. Тем не менее, Винсенту не удалось создать сплоченную общину верующих, и его контракт не был продлен. В это время Винсент все больше и больше внимания, пусть, наверное, и неосознанно, уделяет рисованию. Он часто включает небольшие зарисовки в письма, которые отправляет своему брату Тео, а иногда прилагает целые рисунки того, что он увидел. В конце концов, это привело к поворотному моменту в жизни Ван Гога. Его брат Тео посоветовал ему сосредоточить свое внимание на искусстве, на рисовании. Винсент понимает, что он может продолжить служить Богу в качестве художника. В октябре 1880 года он перебирается в Брюссель, где начинает работать над техникой рисования и где он вступает в контакт с другими художниками. У него больше не было оплачиваемой работы, и поэтому его брат Тео время от времени присылает ему деньги. Весной 1881 года Винсент снова приезжает к родителям, которые теперь жили в Этене, также в Брабанте. Он занимается рисованием и часто работает вне дома, на своей любимой природе. А тем временем его брат Тео продолжает подниматься по карьерной лестнице. Его назначают управляющим Гупирю в Париже. Он поддерживает Винсента материально, чтобы его старший брат мог все свое время уделять искусству. Что касается родителей Ван Гогов, то они, напротив, были крайне разочарованы тем, что их старший сын выбрал себе путь художника. Эта жизнь в их глазах была синонимом социальной неудачи. Не помогло и то, что Винсент влюбился в свою кузину Кея Вос. Кея была вдовой и не хотела иметь ничего общего с молодым Винсентом, но тот упорствовал. Это не понравилось его семье и после ссоры с отцом Винсент покидает родительский дом в декабре 1881 года. Он переезжает в Гагу. Винсент пишет в это время своему брату «Отец не может ни понять меня, ни посочувствовать мне, а я не могу примириться с его отношением к жизни. Оно так ограничено, что я задыхаюсь». В Гаге Винсент берет уроки живописи у художника Антона Мауве. Антон Мауве был мужем двоюродной сестры Винсента. Ван Гог чувствовал, что его техника рисования еще недостаточно хороша, поэтому он также продолжал фанатично заниматься. Дядя дает Винсенту заказ – 12 рисунков с видами города Гаги. Эта серия дала возможность развить навыки перспективы. А Мауве обучал Винсента основам живописи, акварелью и маслом, и Ван Гог посещал его мастерскую почти каждый день. Уже в этом проявляется истинный фанатизм Ван Гога в том, что касается живописи. В 1882 году Винсент познакомился с Сиен Хунрик. Она стала одновременно и моделью художника, и его любовницей. Друзья и семья Винсента, включая Мауве, были шокированы, поскольку Сиен была бывшей проституткой. Более того, она была беременна, и у нее была пятилетняя дочь. Однако Винсенту было жалко Сиен, и он твердо решил заботиться о ней. Они сняли студию, в которой могли жить и Ван Гог, и Сиен, и ее новорожденный младенец, и пятилетняя девочка. Тео тоже не одобрял выбор Винсента, но все равно продолжал поддерживать его материально. Здесь проявляется упрямство Винсента. Он долго стоял на своем, но в конце концов понял, что его отношения с Сиен складываются не так, как он надеялся, и он их разорвал. А потом он как бы оправдывается перед своим братом. «Я с самого начала знал, что ее личность разрушена, но я надеялся, что она встанет на ноги». После разрыва Сиен Винсент отправляется в сельскую местность, в Дренте, чтобы рисовать и писать вересковые пустоши и болота. Пейзаж показался ему довольно прекрасным, и он с хорошим настроением принялся за работу. Тем не менее, эта провинция принесла ему не только покой и вдохновение, но и тревоги. Он пишет, «Дренте – замечательный край, но возможность жить там зависит от многого, в частности от того, способен ли ты вынести одиночество». Менее чем через три месяца холод, дождь и изоляция заставили Винсента покинуть Дренте и переехать в новый дом его родителей в барабанской деревушке Нюэнен. Туда он перебирается в декабре 83-го года. Сначала он работает в небольшой студии в задней части дома, но через несколько месяцев он арендует пустое помещение в другой части деревни. Нюэнен был идеальным местом для крестьянского художника. Винсент не оставляет эту любовь и тему. Здесь жило много фермеров, сельских рабочих и ткачей, которых Винсент рисовал при любой возможности. В начале 1884 года Винсент предложил начать отдавать Тео работы, которую он писал в обмен на пособия, выплачиваемые его братом. Идея заключалась в том, чтобы Тео продавал работы Винсента на парижском художественном рынке. Но, к сожалению, этот план ни к чему не привел, потому что французские вкусы больше тяготили к цвету, а работы Винсента того периода были явно темных тонов. Все, конечно, кардинальным образом изменится, но еще не скоро. Родителям Винсента было трудно жить со своим старшим сыном, который отказался вести себя довольно традиционно, то есть выбрать какую-то классическую профессию и усердно работать. Вскоре после смерти своего отца, в конце марта 1885 года, Ван Гог покидает семейный дом и переезжает в свою студию, где начинает работать над известным произведением «Едоки картофеля». Винсент совмещал свою тяжелую работу над, как он называл, этой штукой с крестьянами вокруг блюда картошки по вечерам, с курением и плохой диетой. Большая часть его денег уходила на материалы для рисования, и на еду практически денег не оставалось. В конце того же года он решил поступить в Академию художества в Антверпене и покинул Нидерланды, чтобы больше туда никогда не вернуться. Антверпен мог предложить Винсенту многое. Хорошие материалы, кружки рисования с натурщиками, церкви, музеи, галереи, наполненные искусством. Однако уроки рисования, которые он посещал в Академии, были для него слишком традиционными. Винсент пишет Тео, «Я действительно нахожу все рисунки, которые я вижу там, безнадежно плохими и в корне ошибочными. И я знаю, что мои совершенно другие. Просто время должно будет показать, кто прав. Черт возьми, никто из них не чувствует, что такое классическая статуя». Винсент недолго остается в Антверпене. Он договорился с Тео приехать в Париж и брать уроки в студии Фернана Кармона, художника, который был очень популярен среди иностранных студентов. Тео начал искать квартиру, достаточно просторную для него и его брата, но не успел ее найти, как в конце февраля 1986 года Винсент без предупреждения появляется в Париже. «Мой дорогой Тео, не сердись на меня за неожиданный приезд. Я все взвесил и думаю, что таким образом мы выиграем время». Тео на тот момент был менеджером в фирме Гупиля, которую впоследствии переименуют в Буссо, Володон и Ко. Он работает на Монмартре в Париже, в среде художников и таким образом знакомит своего брата с красочными работами выдающихся современников, таких как Клод Моне. Винсент также познакомился с новым поколением художников в студии Фернана Кармона, включая Анри Тулуза Латрека и Эмилия Бернара. Все эти новые впечатления и новые люди оказали влияние на собственные работы Винсента и вдохновили его на свободные эксперименты. Темные тона едоков картофеля довольно быстро сменились более яркими красками, как, например, в картине «Холм Монмартре с каменным карьером». Постепенно, постепенно, под влиянием современного искусства, работы Винсента становятся все ярче и ярче. Он использовал все более яркие цвета и разработал свой собственный стиль живописи с короткими резкими мазками кисти. Изменились и темы его картин. Крестьяне уступили место кафе и бульварам, а сельская местность была заменена набережными сеной и цветочными натюрмортами. Ван Гог пробует себя и в более коммерческом жанре в портретах, однако Винсент по большей части сам был натурщиком своих работ, потому что модели стоили относительно дорого. Тем временем он открывает для себя новый источник вдохновения в японских ксилографиях, которые в большом количестве продавались в Париже. Винсент и Тео начинают их коллекционировать, и влияние смелых контуров, обрезанной композиции и цветовых контрастов этих гравюр сразу же проявились в собственных работах Ван Гога. Через два года Винсент начинает уставать от бешеной городской жизни Парижа. Он пишет своему брату, работать в Париже, по-моему, совершенно невозможно, если только у человека нет такого места, где он мог бы передохнуть, успокоиться и снова встать на ноги. Без этого он неизбежно опускается. Его тянуло на природу, он жаждал покоя сельской местности, солнца, света и цвета японских пейзажей, которые он надеялся найти в Провансе, на юге Франции. Итак, 20 февраля 1888 года художник прибывает в Арль, небольшой городок на реке Рона. Винсент был в восторге от яркого света и красок в Арле и с большим энтузиазмом принялся за работу, рисуя цветущие сады и рабочих, собирающих урожай. Он также совершает поездку на побережье, где рисуют лодки. В это время стиль работ Ван Гога становится все более свободным и выразительным. Винсент переписывается с Тео о плане создания студии Юга в Арле для группы художников, чьи работы Тео мог бы продавать в Париже. Знаешь, видя, что художники живут в одиночку, я всегда считал это идиотством. Человек всегда проигрывает от одиночества. Задумав создать такую колонию художников, Винсент снял четыре комнаты в желтом доме на площади Ла Мартино. Поль Гоген был первым и, как оказалось, единственным художником, который поселился вместе с ним. Гоген приехал в конце октября 1888 года, но только после очень длительных уговоров. Тео, например, пришлось оплатить все дорожные расходы Гогена, но он был рад сделать это для счастья своего брата. Вот что он пишет Винсенту. Итак, Гоген едет. Это сильно изменит вашу жизнь. Я надеюсь, что ваши усилия позволят превратить ваш дом в место, где художники будут чувствовать себя как дома. Ван Гог и Гоген много работали вместе, и результатом их такого сотрудничества стали довольно исключительные работы, в некотором роде даже парные. В то же время, однако, эти два человека имели очень разные взгляды на искусство, что приводило к частым жарким спорам. Мы с Гогеном много спорим о Делакруа, Рембрандте и так далее. Наши дискуссии наэлектризованы до предела, и после них мы иногда чувствуем себя такими же опустошенными, как разряженная электрическая батарея. Гоген работал в основном по памяти, в своем воображении, в то время как Винсент предпочитал рисовать то, что он видел перед собой. И у художников были довольно разные характеры, что привело к тому, что напряжение между ними постоянно росло. Винсент начал проявлять признаки волнения, когда Гоген пригрозил уйти, давление стало слишком сильным. Ван Гог настолько расстроился, что пригрозил своему другу бритвой. Позже, вечером того же дня, художник отрезал кусочек своего уха, завернул его в газету и подарил проститутке в ближайшем квартале красных фонарей. На следующее утро, после того, как Ван Гог отрезал себе ухо, он был помещен в больницу в Арле. Тео прыгает в первый поезд и мчится на юг, как только услышал эти новости. Я нашел Винсента в больнице в Арле. Окружающие его люди поняли из его волнения, что в течение последних нескольких дней у него проявлялись симптомы этой самой ужасной болезни – безумия. И нападение, когда он поранился ножом, было причиной, по которой его привезли в больницу. Останется ли он безумным? Врачи считают это возможным, но пока не решаются сказать наверняка. Тео вернулся в Париж сразу же после посещения больницы в сопровождении Гогена. Мечта Винсента о совместной студии художников оказалась недолговечной. Сам он мало что помнил об инциденте с ухом, и когда его выписали из больницы, в начале января 1889 года он снова занялся живописью. Однако в последующие месяцы его психическое здоровье резко пошатнулось, и опасаясь нового приступа болезни, в мае он добровольно поместил себя в психиатрическую больницу в Сан-Реми. После того, как Винсент достаточно восстановился в клинике в Сан-Реми, он снова начал работать. В хорошие дни он работал в саду, обнесенном стеной, а позже ему разрешили работать и за пределами больницы. Ему также предоставили дополнительную комнату в клинике для использования ее в качестве студии, где Ван Гог создал ряд работ, в том числе копии гравюр с картин таких художников, как Рембрандт и Миле. В один из таких периодов крайнего помешательства художник съел часть масляной краски, и после чего на какое-то время ему запретили рисовать. Однако, несмотря на такие рецидивы, Винсент был исключительно продуктивен в Сан-Реми, где всего лишь за год он создал около 150 картин. Что касается меня, то мое здоровье в порядке, а что касается головы, то это, будем надеяться, вопрос времени и терпения. В это время Тео женится на Йохане, сокращенно Йо, Богнер, в некоторых переводах встречается имя Джоанна, Джо, в Амстердаме в апреле 1889 года. В январе 1990 года Винсент получает по почте извещение о том, что у Тео и Джо рождается ребенок. Пара называет своего сына в честь художника Винсент Вильям Ван Гог. В честь такого знаменательного события Винсент присылает им из больницы особую картину «Цветущий миндаль». Винсент пишет матери «Я бы предпочел, чтобы они назвали ребенка в честь отца, но в любом случае я сразу же начал писать для него картину, чтобы они повесили ее в своей спальне. Большие ветви цветущего миндаля на фоне голубого неба». В это время Тео всячески пытается продвинуть работы своего брата. Шесть картин Винсента были показаны в Брюсселе в начале 1990 года на групповой выставке Ассоциации бельгийских художников 20. Художественный критик Альбер Орье опубликовал положительную статью о творчестве Ван Гога и одна из выставленных картин «Красный виноградник» была продана во время выставки. К слову, это единственная работа Ван Гога, которая была продана при его жизни. Работы Винсента начинают цениться. Еще в 1988 году Тео представляет его работы на ежегодном салоне независимых художников в Париже, а в марте 1990 года туда были отобраны уже 10 работ художника, и все они получили положительные отзывы. Тео пишет Винсенту. «Как я был бы рад, если бы ты присутствовал на выставке независимых. Твои картины хорошо размещены и очень хорошо смотрятся. Многие люди подходили ко мне и просили передать тебе свои комплименты. Гоген сказал, что твои картины – ключ к выставке». Но в это время Винсент все еще находится в Сан-Реми. Он покидает клинику в мае 1990 года и отправляется на север, в Авер-Сюр-Уаз, где проживает несколько знакомых художников. Авер предлагает художнику тишину и покой, в которых он так нуждался. И в то же время это местечко находится достаточно близко к Парижу, чтобы Винсент мог посещать своего брата и его сына. В Авере также был доктор Поль Гоше, который мог присматривать за Винсентом. И Ван Гог быстро подружился с Гоше, который сам был художником-любителем и который посоветовал Ван Гогу полностью посвятить себя искусству. Ван Гог так и поступил и с лихорадочной скоростью стал писать сады и пшеничные поля вокруг деревни. В этот период Ван Гог полностью отдался живописи, создавая примерно по одной картине в день. И его здоровье, казалось бы, тоже улучшалось. Винсент посещает Тео и его семью в Париже в начале июля 1990 года, где узнает, что Тео подумывает о том, чтобы бросить работу у арт-дилеров, которую он занимал на протяжении многих лет. Тео хотел открыть собственное дело, что неизбежно представляло определенный финансовый риск. И Винсент возвращается в АВР очень обеспокоенным. Вернувшись сюда, я тоже все еще чувствовал себя очень опечаленным и продолжал чувствовать шторм, который угрожает вам, так же давящий и на меня. И Тео, и его жена Джо писали Винсенту, чтобы успокоить его. Но финансовая неопределенность и страх, что нервные приступы могут вернуться, тяжело отразились на состоянии Ван Гога. Он не мог избавиться от мрачных мыслей о своем будущем. Четко зная, чего я хочу, я написал с тех пор еще три больших полотна. Это огромные пшеничные поля под неспокойным небом. И я постарался выразить грусть, крайнее одиночество. Вы скоро это увидите, я надеюсь. Потому что я надеюсь привезти их к вам в Париж как можно скорее. Так как я почти верю, что эти полотна скажут вам то, что я не могу сказать словами. Какой бы здоровый и укрепляющий Ван Гог не находил сельскую местность, это было бесполезно, потому что его болезнь и неуверенность в завтрашнем дне очень сильно повлияли на его состояние. 27 июля 1890 года Винсент Ван Гог выходит в пшеничное поле и выстреливает себе в грудь из пистолета. Раненый художник возвращается в свою комнату, а Тео, получив эти страшные новости, поспешает к нему из Парижа в Авер, где присутствует при смерти брата 29 июля. Винсент был похоронен в Авере 30 июля 90 года. Его наследием стало огромное количество произведений искусства, примерно 850 картин и 1300 рисунков и акварелей. Через шесть недель после смерти Винсента Тео организовал мемориальную выставку работ своего брата, но, к сожалению, многочисленные усилия и неудачи привели к тому, что его собственное здоровье стало быстро ухудшаться. И вскоре после выставки он немедленно увольняется со службы и сразу же переживает тяжелый нервный срыв. Тео был помещен в клинику в Утрихте, где он страдал и от физических и от психологических травм. И он умирает в конце января 91 года, всего лишь спустя полгода после смерти своего брата. После смерти Тео его жена вместе с сыном переезжают в голландский город Буссум, куда она забирает с собой всю коллекцию произведений искусства Тео и Винсента. В 1901 году она вновь выходит замуж за художника Йохана Коэна Госхолка и два года спустя семья переезжает в Амстердам. Джо стремилась привлечь внимание общественности к работам Винсента Ван Гога различными способами, в том числе представляя работы для выставок в различные музеи. На работы Ван Гога находилось все больше и больше покупателей. В 1914 году Джо опубликовала первое издание писем Винсента к Тео и в том же году попросила перезахоронить Тео в соседней могиле с его братом Винсентом в Авере. После смерти Джо в 1925 году коллекция картин Винсента и Тео перешла к ее сыну Винсенту Вильяму, который в 1930 году передал картины своего дяди в музей Стедерик в Амстердаме. А в 1962 году с согласия государства Винсент Вильям передал все работы своего дяди в специальный фонд Винсента Ван Гога. Взамен государство обязалось построить музей и впоследствии обеспечить доступ всем желающим к искусству Винсента Ван Гога, что оно успешно и сделало, и этот музей сейчас находится в самом центре Амстердама. А закончить сегодняшний рассказ я бы хотела еще одной цитатой Винсента из письма к его брату Тео «Я не могу изменить тот факт, что мои картины не продаются, но настанет тот час, когда люди поймут, что они стоят больше, чем краски, которые я использовал». На этом на сегодня все. Большое спасибо за ваше внимание. Напоминаю, что совсем скоро выйдут специальные тематические видео, посвященные работам художника. Не пропустите! Продолжение следует... Продолжение следует...